Доброе утро, замечательные мои друзья, подруги, дамы, господа, очень приятно, что вы меня слушаете. У нас продолжение сказки. Зовут меня Тимошенко Наталья. Я буду продолжать читать свою сказку про дедушку Ау, теперь уже дядюшку. Том 10, глава 5. Вдруг госпожа Умус поняла, что теперь уже дядюшка Ау решил ей предложить жизнь полную любви, жизнь полную счастья и радостью. Госпожа Умус ведь тоже жила совсем одна, и весь ее род закончился на ней. Никакого продолжения рода не намечалось до сегодняшнего такого повесеннего теплого солнечного дня. Госпожа Умус подумала, что ведь она ничего не теряет, если попробует сделать волшебное существо счастливым, и сама сможет жить долго и счастливо, и, возможно, сможет обрести продолжение рода. Ведь род Ау был самым-самым мудрейшим. И госпожа Умус согласилась ходить в Персиковый лес. В Персиковом лесу расцвел тот самый цветок, который так хотел показать маячок друзьям. Возле роскошного дуба цветок расцвел при проявлении Ау и Омус. Ау провел рукой, и появилась качель на двоих. Они сели, присели и стали неспешно раскачиваться. Дорогая Омус, предлагаю вам заключить волшебный союз. Вы знаете, я неплохой, домовитый, добрый. Да, я знаю, сказала Омус и положила руку на руку дедушки Ау. Теперь уже дедушки. У меня никогда не было семьи, сказала Омус. Но я все-таки думаю, что мы вдвоем сможем ее создать. И, возможно, у нас скоро появится наше продолжение. Да, возможно, я согласна, сказала Омус. И как только Омус произнесла слово согласие, на цветке появилась новая ветвь с цветами и расцвела. О, это хороший знак. Да, согласилась Омус. Ну что, раз вы согласны при этом предложении, я безмерно рад, сказала Омус. Омус мило улыбнулась. И еще одна ветер одновременно красного цвета раскрылась. Кстати сказать, цветок этот свел один раз в сто лет. Распустилась. Значит, мы будем же долго и счастливо. Какие у тебя, милая Омус, есть предложения? Я хочу послушать твои, милый Омус. Я бы хотел вернуться к друзьям и объявить о нашем союзе. Можем сразу отпраздновать, а потом решим, где будем жить и что делать. Я согласна. Три ветки цветка разноцветными цветами самостоятельно открепились от волшебного общего цветка и прилетели в руки Омус. Омус. Ведь мы друг друга мало знаем, сказала Омус. Вот и будем узнавать друг друга день за днем. Ведь впереди у нас целая жизнь. Хорошо. Омус улыбнулась. И у него в душе появилось тепло. И сердце расцвело волнами ратухи. Продолжение следует.